Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в этом видео хочу поделиться с вами своим рецептом приготовления домашнего хлеба в хлебопечке. Давно не покупаю магазинный хлеб, так как непонятно из чего он сейчас делается. К примеру, покупаешь утром хлеб, к вечеру начинаешь его резать, он начинает крошиться и рассыпаться. Вкуса совершенно у хлеба никакого нет. Так что давно делаю свой хлеб, иногда пеку в хлебопечке, иногда выпекаю в формах. В формах выпекаю бездрожжевой хлеб, но об этом расскажу попозже. Сейчас хочу поделиться с вами своим рецептом приготовления в домашних условиях в хлебопечке хлеба. Вот я испек вот такой хлеб. Сейчас я его аккуратно из формы вытащу. Ну вот, такой вот хлеб получается в хлебопечке у меня. Вес 900 грамм этой буханочки. Единственный минус такого хлеба, то что в хлебопечке невозможно сделать румяную корочку. И второй недостаток в хлебопечке внизу находится мешалка, которая замешивает тесто. После того, как тесто промешалось и хлебопечка начинает выпекать хлеб, вот эта мешалка, видно отверстие, остается внутри вот этой буханки. Вот, чтобы ее вытащить, приходится разрушать буханку. Вот она, эта мешалка. Ну а так, хлеб получается вкусный, с магазинным. Не сравнить его. Итак, рассказываю рецепт приготовления по моему рецепту данного хлеба. Чтобы сделать буханочку 900 грамм, нам понадобится 350 грамм воды. Воду желательно брать теплую. Затем, в эту воду я размешиваю одну столовую ложку подсолнечного масла, одну столовую ложку сахара и две чайных ложки соли. Муку я беру двух сортов. Ржаную. Ржаную. Я беру 400 грамм ржаной муки. И 200 грамм пшеничной муки. Получается 600 грамм муки. Если брать одну пшеничную муку, хлеб получается не такой вкусный. Из ржаной муки хлеб получается намного вкуснее. И получается большую часть, 400 грамм муки, я беру ржаной. 200 грамм пшеничной. Ну и в хлебопечке я использую обыкновенные сухие дрожжи. Беру их две чайные ложки. Ну, соответственно, сначала в эту форму я выливаю жидкость, а затем высыпаю муку. Все это перемешивается вот этой мешалкой. И печется такой хлеб два с половиной часа. Очень быстро и очень вкусно. Сейчас я разрежу, покажу, какой он получается в разрезе. Ну, вот смотрите. Вот такой вот плотный. Очень вкусный. Ароматный хлеб. Когда хлеб печется в доме, очень приятно пахнет хлебопекарными изделиями. Вот такой рецепт приготовления домашнего хлеба в хлебопечке. Пеките, друзья, домашний хлеб дома. Не покупайте эту гадость, которая продается сейчас в магазинах. Или можно покупать хлеб. Сейчас много открылось частных хлебопекарен, одновременно хлебопекарня и магазин. Хлеб намного, конечно, дороже стоит в таких хлебопекарнях, но намного вкуснее и полезнее того хлеба, который продается сейчас в магазинах. Что вам хотелось сказать? Друзья, следите за своим здоровьем. Не покупайте, не ешьте. Непонятно, из чего сделаны продукты. Всем вам здоровья, друзья. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!